Рабочих не смущает информационный щит, на котором написано, что это территория исторического некрополя, Свято-Троицкого монастыря и что здесь может быть похоронен известный русский архитектор Матвей Казаков. Духовные лица, такие как архиепископ Иринарх, архимандрит Иоанн, а также благотворители, представители известных фамилий. К сожалению, несмотря на все эти известные факты, а также на проведение нами в 2017 году археологических исследований, давших статус этому участку как землям историко-культурного назначения, сейчас здесь проводятся земляные работы без необходимых согласований, разрешений, то есть фактически, как я могу судить, самовольно. Прокладываются траншей, в отвалах траншей Следственный комитет не так давно изъял человеческие останки и у нас есть серьезные опасения, что в процессе проведения именно этих работ могила Матвея Федоровича Казакова также была повреждена. Это возможно. Очень больно за то, что материальные блага перевешивают нашу духовность. Вот раскопали здесь, вот мы видели, что копают траншею и выкапывают череп остатки человека, монаха, который, возможно, жил здесь 200-300 лет назад. По словам очевидцев, собственник территории, знавший о том, что это исторический некрополь Свято-Троицкого монастыря, пренебрег запретом на проведение работ государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области. В этом месте собственник территории хотел проложить кабель. Когда траншея была вырыта, здесь было обнаружено немало человеческих костей. Также в отвале траншеи мы видим с вами фрагмент человеческого черепа, разломанный, кстати говоря, очень недавно. Это видно по свежим сколам. Смотрите, на своде с внешней стороны видны зеленые пятна. Это свидетельство либо металлических частей в головном уборе погребенного, либо следы металлического позумента, которым был обид гроб. Это однозначно череп человека, который был захоронен здесь, на территории исторического некрополя Свято-Троицкого монастыря. Все это вывернуто буквально при прокопке вот этих траншеей для электрокабеля в границах объекта археологического наследия, имеющего официальный охранный статус. Применима ли здесь будет статья 244 Уголовного кодекса Российской Федерации на другательство над телами умерших и местами их захоронения, или 243-я статья УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия» покажет время. Мы будем следить за развитием ситуации. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Игорь Глотов, телекомпания «Город»